В знаменательное время живете мохнатики, что ни день, то новые тяготы и лишения, но случаются и прорывы с подарками наперевес, хоть праздник закатывай. С 1 февраля 2022 года лепотас не зайдет на каждого Скрипошарова. Именно в этот день вступил в силу закон о выделении россиянам бесплатной земли в арктической зоне. Сам Путин позаботился и выделил. Отныне любой счастливец может взять в пользование свой арктический гектар. Говорят, там холодно и мерзлоту не вспашешь, зато можно поставить сортир и наслаждаться всеми цветами северного сияния. А для скептиков, готовых обосрать это великое событие, вступает в силу долгожданный ГОСТ по массовому захоронению трупов в мирное время. Не нравится Арктика? Прорывайся в рай, откашливая себя полностью, пока не упрешься в стенку скорби, где тебя и накроет крышкой райская благодать. Сегодняшний день осчастливил и Михаила Прохорова, которому, наконец, удалось избавиться от последних российских активов, впихнув в Росатом свои энергетические компании. Теперь из общего состояния в 11,4 миллиарда долларов 9 приходятся на наличные. Остается лишь закрыть банк Ренессанс Кредит и прощай Лаптистан, разругавшийся со всем миром. Чудесное избавление настигло и депутата Виталия Милонова, который отныне не сможет въезжать в Европу. После пиар-истерики на границе с Польшей, где Милонов в припадке нравоучений угрожал полякам нашествием геев, оратора избавили от риска посещения загнивающих европейских территорий. Он был осунулся в Финляндию, заскучав по бездуховному сыру, но ему развернули оглобли на финской границе, отправив к отечественным сырным продуктам с духовными дырками. В общем, куда ни глянь, сплошные профит и процветание. А накануне еще и Путин проникся идеей освобождения мест в тюрьмах и согласился отправить сто тысяч заключенных на принудительные работы. И такой свободой повеяло в наших гулагах, что хоть портрет Сталина вон выноси. Правда, на внешнеполитической арене нашему акробатическому пацанью приходится крутиться в самых тяжелых условиях. Попробуй балансировать на канате, по блатному сидя на картах, как это делает морозоустойчивый Небензия. В ходе заседания Совбеза ООН наш бесстрашный Василек, рискуя всей поверхностью кожаной головы, потребовал от американцев предоставить хоть какие-то доказательства, кроме измышлений о том, что Россия собирается напасть на Украину. «Откуда взялась цифра в сто тысяч военнослужащих, расположенных, как вы утверждаете, на российско-украинской границе? Хотя это не так!» — бушевал Вася, громыхая русскими семками в карманах. «Мы нигде эту цифру не называли». «Действительно, если Кремль сказал, их там нет, значит, их нет и никогда не было. Тяжело крутить сальто-мортале перед генератором напряжения, пребывая вниз ознанки. Можно и копыта откинуть, как это сделал Васькин предшественник Виталий Чуркин. Но отступать некуда. Путин не выдаст, генератор не убьет». Понятно, что Кремль пропихивает невпихуемое. «Запад должен признать Россию неким третьим полюсом с принадлежащими ему геополитическими зонами влияния, вне зависимости от интересов народов, населяющих эти территории». Посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер заявил в интервью радио «Свободная Европа». «Если мы пойдем по пути переговоров по основополагающим принципам международного порядка, то мы окажемся в мире, где действует право сильного, а ракеты, танки и войска решают, сможет ли страна выбирать собственное будущее». Но по-настоящему борзость фашистской клоунады оценил официальный Лондон, анонсировавший заморозку активов и арест имущества путинских нуворишей. Еще никого не прищучили, а пацанва уже затряслась всеми британскими пролежнями. Кремль в лице Пескова тотчас пригрозил англосаксам, атакующим бизнес ответными мерами. Похоже, братва близка к тому, чтобы переименовать Воронеж в Лондон и разбомбить его окончательно. Будет больно и обидно. Все, что вывозилось десятилетиями, может пойти прахом, прямиком в бюджет вражьего государства. Больше измены и представить невозможно, и месть не заставит себя ждать. С сегодняшнего дня во многих супермаркетах россияне могли прочувствовать новые цены на продукты. По официальным данным, рост цен составил от 2% на хлеб и столько же на масло. Но, судя по матерным выкрикам с мест, реальное подорожание составило от 20 до 40% в зависимости от региона. В Омской области за последнюю неделю января бензин подорожал на 50 копеек за литр, а в Хакасии, Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях на 25 копеек. Такая ценовая бомбежка могла бы сойти за ответ вечно гадящей англичанки. Но тут к ней присоединились не менее годливые США, которые также готовят санкции против окружения бункер-стратега. Дружки Путина больше не смогут использовать своих жен и членов семей, чтобы избегать санкций. Санкции отрежут их от мировой финансовой системы и сделают так, что их семьи больше не смогут наслаждаться привилегией парковки своих денег на Западе и посещение элитных западных университетов. После такого заявления надо переименовать в Вашингтон все, что не жалко, и утюжить всей мощью авиапарка. Хорошо, что хотя бы Макрон готов прийти на помощь и утереть сопли победиссимусу. Вчера, к примеру, телефонный разговор с Путиным нахально продинамил Борис Джонсон, которого в назначенное время лохматили за участие в позорной вечеринке. Но Путин набрал Эммануэля, и вуаля, тот согласился повисеть на трубке и послушать миролюбивые откровения бункер-страдальца. Чудище наше геополитично, стозевно и дзинь-дзинь. Так что не все еще потеряно. В Елисейском дворце верят в отползание звероящера от украинских границ. Так что Париж пока не бомбим, как и Берлин в Челябинской области. Хорошо начинается февраль многообещающие. Шойгу бодрится, Мишустин лоснится, Медведев на стаканах ворочается. Все замерло до решительной отмашки вождя. Напряглось и застыло, трепеща от надежды. А вдруг передумает, да и скажет, Вольно разойдись! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова